Говорите с Юлией Таратутой Я скажу, что он певец Он депутат Государственной Думы И еще много всякого разного Вначале и дедушка У меня семь внуков Я горжусь этим высоким званием Семи внуков, да Иосиф Талыч крайне галантный гость Накануне эфира Поперед эфиром Он читал стихи И задавать ему острые вопросы всегда очень сложно Но начну Иосиф Талыч Вот такая случилась история Перед самым вашим ко мне приходом Есть такой британский певец И музыкант Марк Нопфлер Который отказался приехать в Россию По политическим соображениям Он сказал о том Что вот ситуация напряженная И что здесь душат свободы И называл даже конкретно И знаете, редко бывает для западных музыкантов Когда человек не просто протестует Или как-то объясняет Нежелание приехать в Россию А говорит конкретно Что вот проверки Некоммерческих организаций Ему кажется это ненужным Неверным Это удушение некоторого Правозащитной деятельности И вот он отказался от гастроли И вы очень резко отреагировали В эфире Коммерсантов М Я так понимаю, что вам позвонили Не то, чтобы вы добровольно Да, мне из коммерсанта Позвонили Попросили прокомментировать Этот поступок Я не могу это назвать Жестом или его изъявлением Это поступок Не красящий Ни этого музыканта Ни в общем Всю нашу братью Актерскую, музыкальную Вот по какой причине Можно, конечно, обижаться Можно, во-первых, когда его приглашали Он знал, куда он едет Он подписывал контракт Потому что Любой музыкант Любой артист Который приезжает на гастроли Он прежде всего Оформляет юридический свой приезд То есть оформляет контракт Оговаривает как гонорар Оговаривает условия пребывания То, что называют музыканта Рейдером И когда он приезжал Он знал Когда он соглашался И подписывал контракт Он знал, куда он едет И в данном случае Вы знаете, меня возмущает Не его отношение Он, в конце концов, имеет право На свое политическое суждение Но никто ему не давал право Оскорблять слушателей Оскорблять публику Вы знаете, он наверняка В каких-то долгих отношениях Со своей публикой И он, в общем, по отношению К публике Ничего оскорбительного не сказал Я вынуждена процитировать вас Как не сказал А то, что он отменил концерты Разве он не оскорбил Этим поступком Свою публику Свою аудиторию Вы знаете, политические жесты На то и политические Что он Ставит себя Есть средства массовой информации Есть журналисты Есть пресса Есть телевидение Высказывать свое Он сказал, что ему не нравятся Действия руководства страны Он, в общем, вольный Он волен поступать по почте Не надо было подписывать контракт Ситуация меняется Какие-то события его изменили Я вот хотела, чтобы не быть голословной Все-таки процитировать ваш ответ Он был довольно откровенным Вы, во-первых, сказали Да пошел он куда подальше Правильно То есть вы буквально это сказали Да Вы считаете, что это нормально в такой ситуации? Нормально Абсолютно Пошел он куда подальше В конце концов Если он оскорбляет публику Если ему не нравится То есть вы вступили за его болельщиков За его фанатов Нет, вы знаете, я вступил Вот как бы я представил себя Слава Богу, я не его поклонник Но я вступил Так сказать Ступился за публику Которая отдала ему предпочтение И хотела прийти на его выступление Которая он оскорбил этим жестом Публика получит компенсацию Люди могут сдать билеты Мы же не говорим с вами о материальной компенсации Мы говорим о его, так сказать, оскорблении публики Которая отдала ему предпочтение Поэтому я считаю, что Ему нужно просто игнорировать И не пускать его больше Во-первых, его нужно наказать Материально Он должен уплатить неустойку За отмену своих выступлений Да В конце концов Мы должны быть дисциплинированными людьми И если он отменил Вот я, например У Царства Небесной Уитни Хьюстон Отношусь с большим уважением Я присутствовал на ее концерте В Кремлевском дворце съездов Когда она из Санкт-Петербурга Приехала в плохом состоянии Она была простужена Это было зимой Она была простужена в Санкт-Петербурге И поэтому у нее не звучал голос И для нее божественного тембра Для ее божественного голоса Это был случай из ряда ООН Выходящий И у нее такие замечательные записи Такие фонограммы В этом зале в огромном Кремлевский дворец Она могла спокойно совершенно выйти И со своей красивой внешностью И с красиво записанными фонограммами Петь для нас под свои собственные фонограммы И никто бы на это не обратил внимания Но она не стала Она не стала Потому что у нее это прописано в контракте Но это разные немножко вещи Это была не политика Это человек так относится к своей практике Да, но это было профессионально И у него наверняка все это прописано в контракте Василий Давыдович Вот вы только что говорили об Уитне Хьюстон Вы говорили коммерсант ФМ Человеку, который вам задал вопрос Вы наставите на том, чтобы я как-то Объяснил мою уровню Пошел куда-то подальше Нет, 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 у меня сейчас другое Да немножечко вопрос Я и сейчас вам скажу Если бы Элтон Джон, например, такое сказал То вы поняли Ну большой артист И вам известный человек Он так выходит Что если Вам не очень известен артист А судя по всему Он вам не очень известен Да, и не знать не знаю И если вы там условно Не можете напеть его песню Значит, он не существует Это не высокомерная позиция? Нет, почему не существует? Раз у него есть аудитория Он уже существует Вы сказали, кто он такой Кто он такой? Я его не знаю А после его поступка И знать не хочу А если бы, ну, какой-нибудь западный певец Да он же Да Произнес подобную фразу По отношению к вам Ну и нормально Он Кобзона не знает И знать не хочет Ну ничего Нормально Пошел бы он туда-то Да Куда-то, куда вы хотите Я сказал, куда подальше Куда подальше Да-да-да, ну я Да, куда подальше Мне просто удивила Как-то резкость И такая эмоциональность Как будто это такой вопрос Вот жизненной важности Вы знаете, я свято отношусь Для меня сцена Это храм И для меня публика Сидящая в зале Это святые люди И если я ее оскорбляю Или мои коллеги ее оскорбляют Я, естественно, возмущен И я не достоин Уважения публики Если я к ней отношусь Без всякого уважения В данном случае Он проявил Неуважение к публике Я его действительно не знаю Может быть, он и хороший музыкант Но я его не знаю А после его поступка Знать не хочу И не скрываю это Почему вас это возмущает? Я не понимаю Я не знаю Я всего лишь задаю вопросы Я бы сказал Нормально Нормально Но он не знает Кобзона И знать не хочет Нормально абсолютно Я так считаю Это мое мнение Иосиф Тавлович А вот человек выступил Вот этот музыкант Он выступил с некоторым Политическим протестом Он его не скрывает Вы вступаете за публику Девчонки пришли на ОМОН И тоже выступили с политическим им, кажется, протестом Оскорбив, так сказать, прихожан Оскорбив религию Это тоже, вы скажете Ну это его политическое право Нет такого права Вы знаете, некоторые так считают Нет такого права Я бы, например, запретил ему въезд в Россию После этого поступка И гнал бы его, так сказать Вы знаете, он к нам и не стремится Тут чувак Гнатчака Который, наоборот Не хочет приезжать Ну, его здесь ждали Но он считал нужным Теперь поступить иначе Зачем он согласился с самого начала Иосиф Тавлович, скажите А вот я все-таки закончу свой вопрос Вот вы сказали, что вы в знак протеста Никогда ничего не отменяли В том же интервью А вы когда-нибудь протестовали Против чего-нибудь Вот всерьез, душой То есть что вас Что в вас вызывало протест За последнее время А вы знаете, я хочу вам сказать Я протестовал всерьез Более того Мне Наш мэр Ушедший, так сказать Лужков Он мне сказал Ну что ж Я был на концерте И слушал твою расстрельную песню Это о чем? Я понял, что песня называется Она «Пьяный кучер» Музыка, значит Матеты Стихи Дербенева Покойного Леонида Дербенева Он долго мне говорит Побоишься ты или не побоишься Нет, я не побоялся Я спел А что в ней было такого? А что в ней было такое? Я вам скажу По дороге осенней Наша тройка летит Подминая бурьян Ну зачем, ну зачем? Ну зачем? Сели мы в эту бричку Мы же видели ясно, что кучер был пьян То ли вороны над нами, то ли тучи На душе темно, а ночь еще темней А над круче, а над круче, а над круче Пьяный кучер гонит взмыленных коней Это было в 1996 году А еще в 1973 году я спел песню Фельдсмана Это тоже в порядке протеста На стихи Роберта Рождественского Который назывался Это было Старенькие ходики Маменькины пряники Нет, старенькие ходики Молодые ноченьки Полстраны Полстраны доносчики Маменькины туфельки Бабешкины пряники Полстраны преступники Полстраны охранники Я это спел Лейтенант в окно глядит Пьет не остановится Полстраны уже сидит Полстраны готовится Что тут скажешь? Это для советского времени довольно смело поступки Это 1973 год Это 1973 год Антисоветская песня Вторая, 1996 Антиельцинская Очевидно А это да А сейчас бы вы спели что-нибудь подобное? Нет Я считаю Я бы и не пошел бы Ни на Болотную площадь Ни на проспект Сахарова Не пошел бы Потому что это не протест Это, вы знаете Есть у Мусоргского в опере Такая сцена Когда два мужика Значит Поют Говорят Митюх А Митюх Чего орем? Отвечает второй Вон он Почем я знаю Они не знают Почем они орут Они не помогают Они на выборы не ходят Они в политические процессы Не ходят Да не ходят Масса людей Которая была на Болотной площади Честно пошла на думские выборы И считает себя обманутой Я просто вам рассказываю Если вдруг как-то Вам никто не рассказывал Их голос был засчитан Не так как Не так как они голосовали Мы с вами о разных вещах говорим Я всегда когда встречаюсь с молодежью Я им говорю Вы знаете Однажды у меня была большая встреча с молодежью И в Ленинграде В Санкт-Петербурге И один так сказать Молодой человек Когда я им говорил Вы знаете В чем наша беда В том что мы не любим Россию Мы не помогаем России В общем-то называем Матушка Россия Матушка да Нездоровая матушка Больная матушка Так надо помогать матушке Надо лечить матушку Один говорит Надо любить матушку А один встал юноше И сказал Да пускай сначала она нас полюбит И я задал им вопрос А за что вас любить? Ну что вы сделали для матушки России Чтобы вас любить? Она вам дала образование Вскорбила вас А что вы видите? А для вас матушка Россия И власть матушки России Это равное лище? Я никогда не уезжал из России Я никогда не уезжал из России И никогда даже в самые трудные времена Не думал об этом Да, да, да Я просто Иосиф Дович Послушайте мой вопрос Вы сказали про матушку России Ну это Ну любить Родину Это в общем Наверное Какое-то человеческое чувство Для меня была и остается Родина Место, где вы живете Союз А ныне живущий в России Я сам с Украины Я понимаю, для вас равно Родина и власть Страны, в которой вы живете? То есть я понимаю Нет, это разное совершенно Родина и... Человек может любить Родину И как-то критиковать Родина у меня Украины Я никогда... У меня другой Родины не было А воспитала меня Россия И я почетный гражданин Москвы И я почетный гражданин многих городов Признание власти Для меня... Я не буду кокетничать и говорить Что мне это было неприятно И награды власти мне приятны И признание мне приятно Но Родина для меня конкретный смысл Это Россия И Украина, где я родился Я никогда не отказывался от этого Но выходить, бороться с Родиной Вы говорите, есть разница между властью И между Родиной? Есть разница Потому что Родина у человека одна Как говорил мой незабвенный друг Роберт Рождественский Одна Одна у человека мама И Родина одна Юсюдович, скажите Вы были... Я сейчас не буду углубляться В каждом из этих законов Но все же Вы были с одной стороны В списке Большой группе людей Которая инициировала Закон об иностранных агентах Ну там большой список депутатов Потом вы были одним из инициаторов Антимагнитского закона Опять же в гигантской группе депутатов Я не был инициатором этих законов Нет, нет Инициатор это Группа депутатов Которая вносила закон Нет, нет Вы не путайте Инициативные группы И группа, которая проголосовала за этот закон. Вы были... Это разное. Я не был в инициативной группе. Не в группе, которая инициировала закон Магнитского, и также группа, которая инициировала закон мальчика. Я забыл, как... Ну, в Думе это называется закон Димы Яковлева. Димы Яковлева, да. Я не был. А с иностранными агентами я еще проверял. И меня возмущало то, что демонстрация на Болотной площади, которая выходила с портретами под названием «Подлецы». У этого подлеца два детских дома. В Туле и в Ясной Поляне. И... А у этих людей, которые носили эти портреты, ничего за спиной нет. Это несостоявшиеся люди. Поэтому меня это оскорбляло, с одной стороны. С другой стороны, ну, кто они такие? Че должен на них обижаться? Ну, еще давайте, что-то говорить. Человек, который... Человек или группа людей, которые могут по каким-то политическим соображениям запретить выезд больных детей к семьям, которые их уже ждут, а именно это происходило в тот момент, ну, могут вызвать праведный гнев у аудитории. Юля, я могу только вам сказать одно. Я категорически против того, чтобы мы запрещали усыновлять людей, но, когда встал вопрос о том, чтобы, ну, показать, во всяком случае, пример, что нужно усыновлять наших детей здесь, в России. И не усыновлять там? Первый пример показал Рамзан Кадыров, который сдал запрещающий чеченских детей давать на усыновление. Я считаю, он показал пример достойный многим другим людям, многим другим нашим регионам и республикам. Надо усыновлять наших детей. Вот вы знаете, я представляю Забайкальский край, Бурятия, в многосемейных семьях бурятских, у них никто, у нас не было детских домов. У нас дети, которые вдруг, более случайно, оказывались без родителей в результате аварий, катастроф и так далее, и так далее, они разбирались в семьях родственников. Их никто не выдавал за границу. Понятно, что уезжают дети не от радости, а от горя. Я всегда хочу немножечко продолжить эту тему, но в другом направлении. Мне никто не запрещал 30 лет тому назад, когда еще не было никаких законов по поводу Димы, и не было никаких законов, о которых вы со мной пытаетесь заговорить, магнитского и так далее. Наоборот, я хотела не углубляться, ваша позиция. 30 лет тому назад я начал шествовать над этими двумя детьми. Детскими домами. Это не подарочки к празднику, это настоящая забота о детях. Благодарительность это всегда прекрасно, и никто совершенно не отнимает. Можно одной рукой заниматься благодарительностью, а, к сожалению, другой рукой принимать законы. мой портрет носить под названием подлец, который выступил за то, чтобы не выдавать наших детей за границу. Павел Иванович, ну тут что сказать, вы недовольны людьми из болотна, они недовольны вами. У меня другой вопрос, скажите, а на вашу позицию, ну, словно, когда вы голосовали по этим законам, вообще влияла ваша личная ситуация с Соединенными Штатами? Просто у каждого своя история. Никогда на меня влияла, вы знаете, ситуация с Соединенными Штатами. Я просто зрителям напомню, что вы не получаете визу очень долго. господин Макс Волн, я первый раз об этом говорю, посол Соединенных Штатов, который неоднократно я лично, несмотря на мои взаимоотношения с Соединенными Штатами, с Госдепом, неоднократно обращался с предложением и с просьбой, это было в Итартасе, я обращался с просьбой, у нас, к сожалению, не существуют добрые отношения, культурные связи между Соединенными Штатами и Россией. И я предлагал, я уже много лет или возглавлял комитет по культуре, и был заместителем председателя, как сейчас, комитета по культуре. Давайте встретимся, давайте поговорим, что мы можем сделать для развития межгосударственных отношений по культуре. Скажите, а вам вообще нравится нынешний статус российско-американских отношений? И давайте Америку поругают американцы, а мы займемся Родиной и нами. Почему Америку должны ругать американцы, а не мы? Потому что это их страна. Давайте поругаем или поругаем или похвалим то, что у нас. Нам нравится, вам нравится ситуация с некоторым информированием населения страны, ваших возможных зрителей, о том, хорошие или плохие американцы. В общем, нравится, вот какое настроение создается по отношению к Америке. Оно кажется верным или неверным? адекватным, неадекватным. Вы меня не дослушали и перебили, но это, так сказать, программа дождь. Я это знаю, мне говорят, да не ходи ты к ним, они вечно, там провокационные вопросы задают, говорят, а мне, знаете, на их провокационные вопросы, мне важно, о чем они говорят. Вы со мной говорите о том, о наших развитии советско-американских отношений. Мне не нравится, как они развиваются, но мне и не нравится отношение к культуре у нас, в России. И мне не нравится реакция такая. Вот мы с вами говорим, правильно ли поступил этот музыкант, который отказался приезжать в Россию, или неправильно. Неправильно, я об этом говорю откровенно. Но отношение к культуре, правильно ли поступил посол Макфон, который приглашает, оппозиционные партии к себе на разговоры, но отказался встречаться с депутатом Кобзоном, который предлагал обсуждение вопросов взаимодействия культуры. Так вы же наоборот говорите, что вы ему не раз предлагали, значит, встреча осталась, или я неверно вас поняла? Предлагал, да, встретиться и поговорить. И он вам отказал? Да, он меня не приглашал ни разу, потому что, знаешь, разговор был бы крайне конструктивным, но резким, потому что 20 лет меня не принимает Америка, если бы еще одного меня, опять же, мне было бы все равно, но не принимает ни мою дочь, которая родила, за это время уже, слава Богу, четверых детей, моего сына, который за это, слава Богу, родил трех детей, у меня семь внуков, и мою супругу, которая исполнилась 62 года, дети за отца не отвечают, что говорили. Никого не предлагает, сказал, никого, никогда, это какая-то служащая консульского отдела, сказала моей дочери, возвращая ей паспорт, она сказала, запомните, никогда никто с фамилией Кобзон никогда не увидит Америка. А вы у нас однажды в интервью, даже у нас в дождя, в интервью рассказывали о том, что вы вообще обижены даже не столько на американцев, сколько на наших, потому что они вас не защитили. Хорошо, что хоть вы перед тем, как встретиться нам с вами, буквально изучили мою биографию, поэтому вспоминайте, что Кобзон сказал. Я и сейчас это скажу. Я обижен не на Америку, Америка обычная бюрократическая держава, которая диктует всем свои условия и образ свой. И поэтому мне обидно не за Америку. Америка как хочет, так и живет. Она супердержава, сверхдержава, и поэтому она со всеми разговаривает с позицией силы. Но нельзя позволять себе разговаривать с позицией силы с Россией. А вот на Россию я обижен. Если Россия не могла защитить, а, я сейчас о себе любимом скажу, а гражданина России, которому аж 75 лет, который профессор, академик, почетный гражданин 32 городов, депутат Государственной Думы, лавариат государственных и российских премий, депутат Государственной Думы уже 17 лет с опытом, народный артист Советского Союза, народный артист многих республик, если Россия титулованного кавалер ордена всех степеней за заслуги перед Отечеством, если Россия не может защитить своего гражданина, так чем не обижаться на Америку? Есё Давыдович, у нас остается полминуты до конца программы, и у меня очень быстрый вопрос. 13 апреля публикуется список Магницкого. Это довольно серьёзный жест со стороны американской власти, Конгресса, Госдепа. Как вам кажется, какова будет реакция на этот раз с российской стороны? Вот будет 15 фамилий, 60 или 280, я не знаю. Может, в ларах у вас говорят, что... По мне бы, если бы я представлял руководство страны, я бы соответствующим образом отреагировал на этот список со стороны Америки. Как? Вот, ну, так же, вот, вы знаете, вот, когда обычно говорят о нежелаемых персонах или персонах Нонграда, я бы на все выпады со стороны Соединённых Штатов Америки и Госдепа ответил идентично, идентично. И соответствующим образом, ну, знаете... То есть кого? Не впускать президента и представителей власти? Если Америка не впускает наших президентов, я бы не впускал бы их президентов. Если Америка не впускает, так сказать, вот, титулованных наших граждан, я бы и не впускал бы их граждан. До тех пор, пока бы не сели за стол, бы и не сказали, братцы, хватит заниматься ерундой. Давайте поговорим о будущем наших детей, о будущем наших стран. Я бы так сказал. Вот такое предложение Иосифа Ковзона, депутата Государственной Думы, легендарного музыкального исполнителя. С вами была программа «Говорите», я её ведущая Юлия Таратута. Скоро встретимся.